что я могу сказать за кросс супер топить я за него не буду мы не любим кросс, но понимаем его сверхважность поэтому всю эту зиму посвятили тренировку по кроссу по кроссу на не ошибованную резину очень тяжело обидно когда девочки на шипах догоняли но тем не менее кросс нужен хотим мы того или нет если вы не просто катаетесь по полям а сейчас в соревнованиях и претендуете на какие-то достижения то без потокросса никуда пробую разные варианты когда у тебя отдельный сайт кроссов мотоцикл 4х тактный и 2х тактный эндурик но я лично пришел к мнению что у меня два эндурика один под кросс минимум защиты никаких эндурных приблуд а второй про соревнования под хардендура если выбирать между одной кросса тренировкой эндур на 3 недели то конечно нужно по эндуре потому что вы не умели если вы не умеете задержать подъемы то вам на хардендуру делать нечего но если вы должны тренироваться чаще или вы должны задержать подъемы то без кроссовой подготовки без кроссовых тренировок очень сложно развиваться точно так же как очень сложно тренироваться и эволюционировать в хардендуру без реальные навыки поэтому я думаю изыскивайте время находите мотоцикл ну и ничего страшного мы можем тренироваться кросс на эндуро мотоцикле ну как бы подвеска не такая это конечно 4Т но тем не менее можем все долететь мы это сделали для того чтобы взяла возможность когда на эндуро соревнованиях попадаются кроссы участки чтобы ты был готов и на них ехать в полную именно свою я понял в полную мотоцикле они пытаться перестраиваться с 4Т кроссовом на эндурно мягкий 2Т мы тренируемся с Петровым Данем с ранним утра сейчас чуть больше 8 с никого нет даже тех кто берет деньги за трассу обычно нам приходится и будить чтобы заплатить ну и конечно тренироваться в одного на кроссе это безумство то есть достаточно даже трамплин разрывной не долететь и вы будете лежать здесь несколько часов пока кто-нибудь не броняет вас и не заметит поэтому надежный товарищ что вы встретите готов с вами любое время тренировок это без стенден даже если полностью уверен в себе то случиться может самый непредсказуем например кончится бензин и вы заглохнете на трамплине и исполните фронт флип или как у меня оказалось что одевая маску взял с собой комара в Москву и сейчас на трамплине этот комар влетел мне в глаз так что я ослеп на один глаз и ну хорошо что приземлился с одним глазом и поехал дальше тренироваться с утра ну во-первых бензин свободен мы как бы сторонники тайм эндзин чтобы день проходил максимально эффективно и когда мы уже заканчиваем тренировку а в это время кто-то только потягивается понимает что еще везенько и тут уже покатался и в это еле-еле проснули собрались поболтали приехали короче неэффективно использовать свой день вот ну и самое что приятное вот допустим сейчас очень пыльно трудно не поливается потому что они находятся как они говорят на плечах правах и не готовы вкладываться в суперпульскую тустуру вот здесь очень пыльно и за счет того что нас двое мы разделились по треку и спокойно катаемся вот а было бы человек 5-6 все уже было бы и полный рот были и полный воздушный фильтр Андрей Коробов Витинский известный огончик взял ученика и этот ученик уже в Печорском кабане выиграл хобби вот то есть его эффективность с тренировки была гораздо больше и вот он приезжает говорит я еду в Москве по работе по делам не знаю вот и беру мотоцикл специально чтобы тренироваться с вами парни уважался хочу если суббота тренируется хочу гадать с вами вот ну мы только за построили тренировку под него чтобы наш гость из Питера питерский подаван мог очутить все гостеприимство московских фендулистов и всю жесть трассы Зеленкова ездить по кроссовому треку в такую жару пыли и бетонное постанование без тренера невозможно невозможно сейчас заставить даже при наличии какой-либо силы воли топить три сета по 30 минут и хочется побыстрее свалить в лес где тенечек и эндуро а кроссово здесь популяризация эндуро без вашего участия невозможно поэтому если вам нравится наша команда если она вам не нравится обязательно делайте репосты ставьте лайки подписывайтесь пишите в комментариях ну и помните что всегда можно колокольчик в ютюбе и вы будете первым кто узнает о новых эпизодах так сказать будете в тренде российского эндуро поиски и поиски поиски я сейчас на городу что она сломается под таким натиском береза оказался сильно крепче один небольшой лайфхак когда вы преодолели сложные препятствия ни в коем случае не останавливайтесь и не отдыхайте продолжайте медленно ехать и вы отдохнете в процессе езды тем самым сэкономив кучу времени каждый раз прокатывать что-то новенькое поэтому все время максимально много катаемся поздной осенью ранней весной когда нету травы вот и за счет того что у нас очень маленький рельеф приходится любой подъем зигзагами наискосок по прямой спуске так далее то есть мы не как в крыму где можно прокатать на дорожку и понять если кататься небольшой не зря же у нас лесорубная форма в клетку санитары леса я даже на гонках нужно немножко подождать и продумать траектор вот здесь на верх венчат сэкономит вам очень много например сейчас можно было взорвать так лихо и зарыться вылезы кида все спину а можно было немножко подумать встать подтолкнуть и сухим спокойно поехать дальше ну не так спокойно можно по поводу питья вне зависимости от того хотите пить или не хотите пить в гонке нужно пить каждые 10-15 минут два гладко делать если вы не хотите пить вам надо себя заставлять потому что когда вы почувствовать что вы хотите пить пить будет уже поздно поэтому нужно все время поддерживать баланс организм а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Если вам кажется, что помогать товарищу во время тренировки, когда он так застрял, это очень человечно, то вы оказываете ему медвежью услугу, потому что он привыкнет, что ему сюда помогают ребята, попав в яму, и он будет ждать то же самое на гонке. Он не будет пытаться яму сбежать, он не будет пытаться вылиться самому, он будет ждать, пока его кто-нибудь вытащит. Поэтому на тренировках, если ему не угрожает никакая опасность, то он должен мучиться сам до победного. О, отличный траверс. И надо брать только ходом и только загрузив внешнюю подножку, что всегда очень сложно. Кстати, небольшой секрет. Я всегда на гонках, ну, любительских, где дается ехать первым, как только меня кто-то догоняет, тот же Данила, я с удовольствием его пропускаю, и первый круг всегда едут закинуто, потому что непонятно, куда ехать, нужно ориентироваться, непонятно, какая траектория может куда привести. То есть ты можешь ехать первым, 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 какую-то попасть в засаду, и все, кто ездят с тобой, возьмут альтернативную траекторию и намного тебя обгонят. Поэтому первый круг, я люблю ехать за кем-то. Субтитры сделал DimaTorzok